Чрезвычайные ситуации поджидают на каждом шагу, в городе, на природе и даже в собственном доме. В такие моменты только своевременные и грамотные действия помогут максимально снизить ущерб здоровью и жизни человека. В нашей программе опытные специалисты расскажут, а самое главное покажут способы оказания первой помощи, а также поделятся советами, как подготовиться к внештатной ситуации. Меня зовут Алексей Корнев, вы смотрите программу СОС. К сожалению, в жизни каждого человека бывает момент, когда ему необходимо экстренно покинуть свое жилище на неопределенный срок. Сегодня мы вам расскажем, что необходимо положить в так называемый экстренный чемоданчик. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуйста, что у нас на столе, без чего мы не можем обойтись в кратчайшие сроки? На столе представлен необходимый минимум на человека, в случае, если ему нужно временно покинуть свое жилье и укрыться. Этот набор предназначен на какой-то короткий срок или же с ним можно уйти прямо куда-то в леса? Нет, это короткий срок. В леса, к сожалению, без палатки, без других каких-нибудь вещей мы можем уйти, но можем не вернуться. Расскажите об этом необходимом минимуме, что мы должны взять с собой в укрытие? Прежде всего мы берем воду, продукты питания, аптечку первой помощи, теплую одежду, средства, которые нам помогут развести огонь, очень хорошая вещь, армированный скотч, нож, свисток, так называемое космическое спасательное одеяло, антисептик, предметы личной гигиены, документы, деньги наличные, так и банковские карты. Средства связи со внешним миром – это либо радиоприемник, в моем случае это радиостанция с возможностью поймать радиоволну, фонарик, пауэрбанк. Давайте по порядку начнем складывать в рюкзак. По каким правилам он, собственно говоря, должен собираться, чтобы нам было комфортно? Рюкзак мы складываем, в принципе, по тем же правилам, как складывается туристический рюкзак, но тут можно немножко сделать послабление, потому что далеко мы с этим рюкзаком идти не будем. То есть, скорее всего, мы спустимся из квартиры в парфинг, в подвал, или, если частный дом, в подвал собственного дома. Но, тем не менее, на дно мы всегда складываем самое тяжелое, хотя бы для того, чтобы другие вещи в нашем рюкзаке не раздавились этими тяжелыми предметами. И в первую очередь? В первую очередь, конечно же, это вода. Воду мы берем с собой питьевую, техническую воду мы не берем. То есть, воду мы можем не только напиться, мы можем ее использовать по другому назначению. Допустим, промыть рану, где-то вот что-то нам надо смыть. В любом случае, вода лучше, когда это питьевая, кипяченая или бутылированная вода. Воды берем много, воды много не бывает. Считается, что на сутки человеку необходимо, одному человеку на сутки, 3 литра воды. К воде, чтобы не забыть, мы должны положить продукты питания. Вне домашнего приготовления, конечно, вы ничего с собой брать не будете. Как правило, это консервы, какие-то хлебцы. Очень хорошо с собой брать и в походы, и в нашем случае, если нам нужно укрыться, шоколадные батончики с орехами. Приятная новость. Да, они очень дают хороший заряд энергии. То есть, даже маленьким батончиком, в принципе, вы можете удалить голод. Ну, грубо говоря, сахар. Все, что содержит сахар. Углеводы. Положили. Если у нас есть возможность, мы, конечно же, с собой берем, из чего нам попить, поесть. Посуду, конечно же, мы берем не бьющуюся. То есть, либо это пластик, либо это металл. Ну, нельзя сказать, что это средство первой необходимости. Но, поверьте, с чашкой, с ложкой будет гораздо комфортнее пить и есть ту же самую тушенку. Дальше мы с собой берем средства личной гигиены. Ну, мы все показывать не будем. Хотя бы это упаковка влажных салфеток, антисептик обязательный. Упаковали. Теплые вещи. Обязательно в любом подвале рано или поздно вы начнете замерзать. Даже в летний период? Даже в летний период. Для того подвалы и созданы, для того, чтобы там было холодно. Замерзать мы начнем в любом случае. Какой-то свитер, может быть, флисовую кофту. Опять же, куртку легкую. Допустим, носки мы утрированно показываем. И есть еще такая хорошая вещь – самогреющиеся стельки. Они часто продаются в спортивных магазинах, в туристических. То есть, когда мы вскрываем упаковку, они несколько часов держат тепло. Это тоже здорово, потому что, допустим, при охлаждении мы их используем не только по прямому назначению в обувь, но мы именно определенные части тела накладываем, можем согреть, в принципе, все тело. То есть, спасти человека от переохлаждения. Телефон. Естественно, всегда, но телефон у нас всегда практически в кармане. То есть, без телефона мы никуда. Но если у нас нет пауэрбанка и зарядного устройства к телефону, то спустя короткий период времени телефон нам станет бесполезен. Заряд мы экономим на телефоне всегда. То есть, если нам надо связаться с внешним миром, мы его в режим полета ставим или можем вообще выключить. Пауэрбанк заряженный тоже должен лежать в рюкзаке. Зарядное устройство. Фонарь. Фонарь лучше не один, лучше несколько. Фонарь используем мы для того, чтобы, ну, во-первых, в подвале, как правило, темно, мы можем светить. Когда разбирают завалы, это всегда громко. То есть, вы будете кричать, звать на помощь, вас могут не услышать. Но если вы в темное время суток даже из-под завала подаете сигнал фонариком, спасатели это, скорее всего, увидят. Поэтому фонарь – это не только, чтобы нам было комфортно, а это как определенное средство спасения. Второе средство, которое нам нужно для того, чтобы подать сигналы – это свисток, самый обычный свисток. Кричать человек долго не сможет, а свистеть можно гораздо дольше. Это проще, это звонче, это громче, это дальше слышно. Положили обязательно фонарик и свисток. Средство связи с внешним миром – это обычная, самая обычная, самая простая радиостанция на батарейках. В моем случае это радиостанция, которая обладает функцией поиска радиоволны. То есть у меня тут головой одно. Да, то есть есть именно встроенная функция в радиостанцию. То есть либо вы берете радиоприемник, есть радиостанция, замечательно. Положили. Средство для разведения огня. Это может быть спички, зажигалка. В идеале, если спички у вас спрятаны во что-то герметичное. Вот, допустим, я когда буду собирать документы, я положу их в герметичный пакет. Сюда бы я добавила еще и спички, потому что влажность спички может отсыреть. Зажигалка лучше несколько. На чем мы можем, собственно, развести какое-то пламя, огонь? Это сухое, горючее. Это та же самая свеча. В небольших помещениях, когда свеча горит, она тепло все равно выделяет. Но в идеале это вот такая вот походная туристическая газовая горелка, которая работает в таких вот баллонах небольшого размера. Ими тоже надо запастись. Эта горелка, во-первых, нам позволяет подогреть, как я уже говорила, пищу. А во-вторых, обогреться. Но с закрытым огнем надо быть очень-очень осторожными. Если мы находимся в подвале, мы можем разжигать открытый огонь, будь то сухое, горючее, горелка, свечи, даже свечи. Только если мы на 100% уверены, что в подвале есть хорошая вентиляция. Кислород будет сжигаться, и мы просто можем задохнуться еще до прибытия спасателей. Обязательно проверьте вытяжку в своем подвале. Если вы будете укрываться в частном доме, прочистите, посмотрите. Может быть, нам надо что-то подкрутить, чтобы именно была вытяжка, хорошо работала. Безопасность превыше всего. Безопасность превыше всего, потому что, да, будет очень обидно не пострадать при том же самом обстреле и просто задохнуться. Космическое спасательное одеяло, как его называют, это вещь универсальная. У него одна сторона серебристая, другая золотистая. Для чего его можем использовать? Когда мы поворачиваем одеяло серебристой стороной к теплу, мы сохраняем тепло. Плюс этим одеялом мы можем сделать какое-то укрытие, если нам капает. Мы можем постелить его на пол. Оно достаточно прочное. В хороших моделях мы даже его можем использовать вместо носилок, переносить людей пострадавших. Спрятали одеяло в рюкзак, нож. Ну, о функционале ножа все мы знаем. Про ножи, да. Да, не будем останавливаться. Ну, я так понял, лучше взять даже, да? Мультитул, нож, да. Ну, без ножа не обойтись. Армированный скотч. Вот армированный скотч тоже рекомендую положить обязательно. Вещь универсальная. У вас порвалась одежда, нет иголки. Вы быстренько примотали, вы можете еще долго в этой одежде находиться. Расклеившаяся обувь, оторвавшаяся подошва, идеально ремонтируется. У него очень клейкая основа, то есть его можно приклеить практически к любой поверхности. Берем, ну, как бы тут практически в последнюю очередь, но не в последнюю очередь. Мы собираем документы, деньги, наличные карты. Причем я рекомендую положить в одно место и дома хранить не только документы, удостоверяющие личность, а также документы на недвижимость, об образовании. Потому что если ваша квартира, ваш дом пострадает, то, допустим, восстановить документы об образовании, которые вы получали 10, 15, 20, 30 лет назад, будет очень сложно. А жизнь продолжается. То есть все самые важные документы мы берем и кладем в водонепроницаемый чехол. Потому что всякое может быть. Теперь переходим к одной, наверное, из самых важных частей нашего тревожного рюкзачка или тревожного чемодана. Это аптечка первой помощи. Мы все знаем, что первая помощь оказывается безмедикаментозна. Но когда мы хотим помочь себе или своим близким, то мы можем применять медикаменты, если мы знаем обо всех противопоказаниях. И в случае, если есть риск, что скорая помощь к нам просто не доедет. Она у нас, походу, действия на последнем месте, но по значимости, наверное, занимает наряду с водой одно из самых главных мест. Не со мной. Что мы кладем с собой в аптечку? Всегда аптечка формируется из расхода на количество людей, которые будут с вами пережидать какие-либо факторы, с которых мы укрываемся. Обязательно берем с собой тупоконечные ножницы. Почему именно такие? Потому что если мы получаем какую-либо травму, нам очень удобно одежду срезать именно такими ножницами. Потому что, допустим, при травме руки, обычно снять куртку, свитер мы просто не сможем. У нас не будет ни возможности, ни времени на это. Вот такой вот прием, подсмотренный у военных. Всегда крепим ножницы в самом доступном месте и пристегиваем их, потому что теряются они очень-очень просто. Что у нас еще в аптечке? Прежде всего, это кровоостанавливающие жгуты. Кладем в идеале два жгута на человека. Разные жгуты бывают, у меня такие представлены. Обязательно к жгутам в комплект у нас всегда идет маркер. Потому что мы все знаем, что жгуты накладываются на определенное время. И чтобы это время нам зафиксировать, мы пишем время наложения жгута. Чаще всего человеку это пишется на видном участке тела. Ни в коем случае не на одежде, которую медики могут срезать и не заметить. Но самое такое удобное место для написания – это лоб. На войне все средства хороши. Да. Индивидуальный перевязочный пакет. Или хотя бы бинты, стерильные бинты. Для перевязок, если какое-то произошло все-таки ранение. Много перчаток медицинских. Это кровь, это где-то грязь, что-то еще. Перчаток медицинских тоже много не бывает. Гемостатические средства. Вот у меня есть гемостатическая губка и есть гемостатический бинт, которые тоже помогают нам остановить кровотечение наряду со жгутами. Вот такой вот когезивный бинт, который мы можем прихватить нашу повязку при перевязке. Тоже удобная, полезная вещь. Как я говорила ранее, фонарик запасной, потому что в темноте оказывать первую помощь очень сложно. Можно обезболт, можно таблетированный, можно взять что-то, допустим, тот же самый кетарол. Есть медикаменты, которые уже не ампульного вида, а в шприц-тюбиках. То есть вам даже не нужны шприцы. Как в армейских аптечках. Да, как в армейских аптечках, это вот средство как раз-таки посмотрено из армейских аптечек. Дальше. Какое-либо средство от ожогов, либо это спрей, но мы рекомендуем все-таки класть повязки, которые пропитаны специальным составом. В аптечке первая помощь желательно иметь окклюзионный пластырь. Для чего он применяется? При ранениях груди. Наклеивается на рану и не дает попадать туда воздух, который может привести к остановке дыхания, потому что воздух сжимает легкие, говоря простым языком, и человек просто начинает задыхаться. Вот здесь можно вернуться к армированному скотчу. Если вот такого достаточно дорогого окклюзионного пластыря нет, ранение можно заклеить вот таким вот армированным скотчем. То есть даже армированный скотч клеится на тело. Там определенная технология, мы наклеиваем буквой П, чтобы получился своеобразный клапан, воздух выходил. Ну вот даже вот в первой помощи мы можем применять армированный скотч. В принципе, аптечку мы собрали. Обязательно мы берем с собой, не в последний момент, а мы должны положить на каждого члена семьи препараты, которые могут быть жизненно необходимым человеку, члену семьи, а также препараты от простуды, от расстройства пищеварения, какие-то легкие обезболивающие в таблетках. То есть все, что нам может прекратиться в быту. А в стрессовой ситуации, в условиях сырости, холода, конечно же, все эти заболевания могут усугубиться. То есть вот такую бытовую аптечку мы тоже обязательно сюда кладем. Подведем итог. В экстренный чемоданчик необходимо положить питьевую воду из расчета 3 литра на человека, документы и средства личной гигиены, упакованную консервированную еду и сладости, металлические столовые приборы, свисток, армированный скотч, нож или складной мультиинструмент, газовую горелку и средства разведения огня, теплые вещи, носки и стельки, телефон, радиоприемник, фонарик и средства подзарядки, аптечку со средствами первой помощи. Ирина, спасибо вам за ценный урок. Теперь вы знаете, как собрать тревожный чемоданчик на случай экстренной ситуации. Сделайте это обязательно. Но мы искренне надеемся, что вам это не пригодится.